Антихандрический флэшмоб из-за изоляции взорвал в соцсети в начале апреля. Число подписчиков группы моментально взлетело до полумиллиона и держится на этом уровне до сих пор. Простая идея сделать своими силами фотокопии известного произведения искусства вдохновила сотни тысяч людей со всей России и за рубежом. Дала людям возможность проявить свои способности и не скучать, находясь дома на изоляции. Вспомним, во многих городах в апреле даже на улицу без особого разрешения выходить было нельзя. Пермики не остались в стороне и приняли участие в артистическом флэшмобе одними из первых. Мы решили принять участие в проекте «Иза изоляция». Это когда в фейсбуке выкладывают фотографию изображенных картин. Мы выбрали картину «Опять двойка» Федора Решетникова. Это предложила Арина. Я предложила эту картину, потому что в нашей семье есть два брата и я. Это, конечно, то спасительное свойство искусства, творчества, которое объединяет, которое помогает нам жить и которое нам с вами говорит, ребята, мы еще живы, мы еще поживем. В общем, Нобеля, Нобеля тому, кто придумал эту изоизоляцию. Насчет Нобеля пока проблематично, но вот хорошую книжную премию, пожалуй, этому проекту вручить можно. По итогам публикации участников группы выпущен альбом в книжном издательстве. Весной и летом оказались в изоляции и театры. Доброе утро, дорогие телесвители. Скажите, пожалуйста, как быстро труппе ТЮЗа удалось перестроиться на онлайн-формат? В утренний эфир нового дня приходили виртуальные гости, руководители театров города. А артисты ТЮЗа даже сняли и смонтировали веселый клип по мотивам своей пандемийной жизни в онлайне. Все время изоляции, пока не разрешили выйти на сцену и репетировать, артисты театра юного зрителя ввели свой ютуб-канал. Делились со зрителями чтением стихов и прозы, проводили мастер-классы. Свой канал на ютубе ввел и театр у моста. Коллектив онлайн показал 31 спектакль и 5 документальных фильмов. Выпустил 20 серий из цикла онлайн-репетиций, дистанционно подготовил три премьеры. За этот год онлайн-мероприятия театра собрали больше миллиона просмотров. Театр оперы и балета подвел итоги самоизоляции, творчески переосмыслив само представление об искусстве театра, обобщив опыт онлайн-общения, репетиций и вообще всего этого странного пандемийного года. Оперу Моцарта Дон Жуан режиссер-постановщик Марат Гацалов поставил стилистики онлайн-трансляции. Артисты находятся не на сцене, а рядом с оркестром при этом. На сцене зрители смотрят специально снятое видео и инсталляции стилистики современного искусства. Премьеру необычной постановки зрители посмотрели в декабре с соблюдением всех правил Роспотребнадзора в зале с шахматной рассадкой. По предварительным данным, следующий показ Дон Жуана театр представит публике в апреле.